Я первому передаю слово Васильеву Сергею Владимировичу, представителю компании «Верное решение», директор по ключевым проектам и развитию. Коллегия занимается обобщением той информации, которая касается потенциальных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории. Часть проектов, что называется, с инициативой поступает от бизнеса. Некоторые, как идеи, мы задаем сами, какие-то подсматриваем у других регионов. Но, тем не менее, у нас есть задача обобщения этой информации, подготовки предварительных финансовых моделей, которые учитывают нашу артическую специфику, экономику и так далее. Поэтому я попросил Сергея Владимировича сегодня очень кратко показать основные направления, по которым мы будем двигаться. Ну и, собственно, там далее уже будем обсуждать. Поэтому у нас секция, напомню, сегодня мы работаем практически большая часть представительства бизнеса, ну и отдельные направления по научным исследованиям. Раз, раз. Добрый день, уважаемые коллеги. Роман правильно сказал, как мы, собственно говоря, подбираем проекты для строительного классера индустриального парка. Первый, самый простой, инвестор приходит с проектом, мы его, собственно говоря, оцениваем и помогаем сформировать финансы и экономику. Список проектов можно и учитываться, мелкий, я все равно по ним пробегусь. Второй, это некое предположение, что завести сюда сырьевой производственный компонент и делать продукцию, и формировать добавочную стоимость, будет выгоднее, чем возить, извиняюсь, воздух в баржах с точки зрения применения строительных материалов. Так у нас появляются проекты, например, труб, закалки стекла, производство какой-то химии, монтажной пены и так далее. Ну и, соответственно, есть приоритет такой, очень желательный, крайне желательный, чтобы сырье было местным, чтобы использовалась минеральная сырьевая база региона. Я сейчас говорю только про Норильское, а Таймор в целом. Значит, первый проект, который появился, это один из трех проектов производства утеплителей. Да, на основе пенополиолитана, на основе минеральной каменной ваты, в принципе, как-то сказать, пенопласт откинули, пенополистирол, да, ну, в силу, может быть, такой отработанной технологии, но со счетов его не сбрасывают. Ну, еще и вот сон, идеал аэрогелия, это уже чисто специфика науки, мы в нее глубоко, что называется, лезть не будем. Что хотелось бы отметить, мы бы пытались обсчитать эту нишу, размер ниши, да, то есть, ну, сколько, на самом деле, нужно материалов, причем цифры, где как, они как бы есть, а важно видеться, тонны штуки, километры, да, из чего мы исходили? Мы взяли мастер-план города Норильска, утвержден в 2019 году, мы взяли комплексный план социально-экономического развития, утвержденный в конце прошлого года, и взяли один из проектов победителей архитектурной концепции высшей школы экономики с точки зрения концепции застройки, да, получили, соответственно, две разных цифры, вы понимаете, это три разных размера площадей, разброс, и с точки зрения инвестора, наверное, надо ориентироваться на самую меньшую, скажем так, пессимистичную, но, опять же, это ниша, вопрос, будет ли она заполнена, дадут ли инвестору продавать, как бы, эту продукцию, да. Соответственно, пловбин, полиуретан, технологии отработанные, завозить, там, два компонента, один из которых импортный, другой отечественный, наверное, гораздо логичнее, да, чем тащить, извиняюсь, маты, матрасы и прочее, прочее, так называются продукты из кормы, да. Вот. Исходя из этого предположения, используется этот материал, может использоваться в качестве теплой территории, а может использоваться для утепления фасадов и крови, да. По фасадам крови ситуация у бедных полиуретан, конечно, не самая выигрышная, да, но горючая. И поэтому, соответственно, один из первых запросов к инициатору проекта, реконструкция, реновация, да, класс пожароопасности, да, если нельзя применять, соответственно, пенополиуретан заменит более надежные материалы, как каменная лата или аэрогелия, которые еще более интересны, но это в России пока в достаточном виде не производится. Нашли тут информацию по производству одной тонны в год, там, это обминские дела, по линии, по-моему, Росатома. Пока непонятно, чем эта история как выйдет. Соответственно, вот они три разные цифры, вот обратите внимание, да, а, это уже стекло. Первый проект, который логичным был бы, может быть, завозить, может быть, поставить завод по производству стекла из того у оконного и промышленного, да, но точка безубычности какого проекта – это несколько миллионов тонн. Ну и, соответственно, это полная сырьевая зависимость, да. Но, по крайней мере, обсчитали, вот сколько надо по мастер-плану, квадратуры, поганажа вот этого самого стекла, да. Вот он, разброс с цифрой. Возник вопрос – сырье. После анализа сырья поняли, что придется строить еще одну обогатительную фабрику, 500 тонн, да. Соответственно, инвестор на этот проект, на производство стекла листового завода пока не нашлось. Ну, будет, наверное, здорово, если он найдется. Но пока рассматривается проект маленький. То есть, в развитии вот этого производства листового стекла возникло несколько маленьких проектов. Первое – закалка стекла, произведенного на одном из 12 российских заводов, производство всех светопрозрачных конструкций, промышленного, гражданского назначения, а также производство керметика для стеклопакетов, да, и пены монтажные, которые, всем известно, затмениваются в оконные проемы, двери и так далее, и так далее. Соответственно, вопрос к администрации города, какие будут технические решения, есть ли какие-то проектно-технические ограничения на применение данных видов конструкции. Ну, например, будет ли использоваться закаленное стекло линия. И, заметьте, в моей презентации, если вот, белки, извиняюсь сразу, да, зашли, пытался много вместить, лейтмотивом главным идет то, что гарантии сбыта данного технического решения. Без включения данного технического решения в техническое задание, в проектно-смертную документацию, в рабочую документацию, естественно, инвестор не будет вкладываться в серьезном масштабе, да, то есть это может остаться выгодным гаражным производством, да, но не в масштабе. Соответственно, вот мы посчитали, сколько по годам архитектурной концепции на первичную, вторичную, герметика, сито, вот эта всем, я думаю, окончикам известная паникулатура всех составляющих, да, то есть оконных проемов. То есть, в принципе, это ниша. Остался вопрос гарантии сбыта продукции на эту душу. Так, это, соответственно, те проекты, которые пошли в развитие. Соответственно, вот светофорчик, вот этот так называемый, это статус проекта. На сегодняшний день по имеющейся у агентства развития новейской информации. Зелененький, то, что есть за дел, например, написано, составлены тексты запроса, да, или, там, скажем, проработаны объемы, которые вот я в том числе вам демонстрирую, да, если красненьким, там, или желтеньким, например, наличие или отсутствие инвестора на данную конкретную тему проекта, и кое-какие технологические изменительные особенности. Ну, естественно, гарантия сбыта, про которые я уже говорил. Значит, про эту область я сильно подробно говорить не буду, потому что это пока на сегодняшний день по России, скорее, область мелкотоннажного, почти лабораторного, да, то есть, но этот самый, как диэлектрик, как не впитывающую влагу, с прекрасными свойствами отсутствия теплопроводности практически, да, низкой теплопроводностью, показывает себя хорошо, и, в принципе, вот она ниша импортозамещения. Кто сможет сделать такие продукты, тот, собственно говоря, получает огромную нишу. Я сейчас про утеплитель на основе аэнергейля разных, оксидоалюминия, оксидокринга, это много разных вариантов. Значит, классика монтажная, извиняюсь, базальтовая минеральная вата. С точки зрения рисков инвестора по этому проекту, как только начинает инвестор мониторить, он сразу смотрит, есть ли сбыт, вот вопрос открытый, да, и можно утеплять фасады, можно утеплять кровь, да, но есть компания Тисмо, которая является частью Норильского обеспечивающих комплексов, входящих в группу компаний, да, у нее есть тоже вагранка, она тоже производит минеральную вату. Вопрос, почему она не наращивает свои объемы производства и вот этих объемов, значит, видимо, нет заказов. Если нет заказов, заманить еще одного инвестора на территорию будет очень-величайно сложно. То есть вот эти вопросы надо снимать. Не имеет возможности расширяться, не имеет целей, вот опять же сегодня очень правильно задавались вопросы взаимосогласованности планов крупного инвестора, группы компаний и внешнего инвестора, который приглашается на территорию. Если ниша будет занята, ну, естественно, инвестор непонятно. Так, ну, соответственно, монтажная, извиняюсь, базальтная минеральная вата еще для утеплителей. Мы подготовили запросы в адрес основных сетевых компаний, владельцев магистральных сетей. Нюанс здесь заключается еще в том, можно заменять утеплитель, но проведенный анализ на основании открытых отчетов показывает, что износ труб больше 60%. В некоторых моментах 90%. Смысл менять утеплитель, если надо менять всю трубу с утеплителем сразу. А это значит, что есть технические решения поставки, что в Красноярском крае, что в регионах соседних, трубы уже утепленные. То есть труба в трубе и так далее. Опять же, это вопрос снижения вот этой самой ниши. Труба. Два варианта. Полиэтилен, полипропилен. Полипропилен для внутренних домовых коммуникаций. Это наши с вами стояки по горячей и холодной воде, иногда газу, отоплению. И водоотводу, например. Вот в проект полиэтилена, честно говоря, до выступления Дмитрия мы верили меньше, но раз в Якутии трубы ПНД идут, то почему бы и нет. Вопрос в объемах. Немного смущает в этом проекте, что все коммуникации, насколько я понимаю, успели промониторить, открытым способом поистаканных. Используются в основном металл. То есть я так понимаю, полиэтиленовые трубы, вот эти 315, 60, 63, на самом деле в регионе не так много. Вопрос, будут ли сетевики, и им соответствующий вопрос, будут ли сетевики менять на эту трубу свои решения. А там уже можно предложить разные варианты. Немножко пошли в сторону рециклинга отходов, основной темой сегодняшней, да, гипс. Вот, например, просчитали два варианта заводов. Один будет по сухим строительным смесям, типа воломородбант гипсового основа. Второй будет гипсокартонные листы, допустим, классические. Но вот объем переработки, по которому нишу мы посчитали, это всего 2,5, ну, 2,5 на 2, это 5% выхода 4 миллионов 200 тысяч тот, который будут выходить этой самой гипсопульпой. Ну, то есть это капля в море, да. Но инвестор, в принципе, в таком проекте не начнет с больших объемов. Дело в том, что это пульпа, ее еще надо сделать вязкой, вот этот самый гипс. То есть он еще не подготовлен для производства классического. Ну, я уже здесь молчу про инвестиции в эти заводы, да. Отечественного банка не так много, придется подбирать линию. Немножко шагнули в сторону серобетона, про это тоже подробностей не буду, я так понимаю, есть отдельные выступления на эту тему, да. Просто коснулись широкой линейкой продукции, начиная от гражданской до ростверков, я имею в виду, не лежит, да, то есть стены перекрыли, строить, естественно, серобетон никак нельзя, по санпину не пройдет. Вот, и вся линейка железобетонных изделий в замену обычных живых изделий, которые сделаны из портного цемента. Я уже не говорю про дорожное покрытие, все виды бордюров, ограждений, бордюрного камня и так далее, и так далее. Причем технологии, в принципе, в России отработаны, это лежит на открытом воздухе. Куча есть уже согласований, включены в ТУ, в ГОСТ и в санпины, все это как бы есть, то есть можно применять. Я уже не говорю про сваи, которые, в принципе, на вентилируемом фундаменте, да, то есть это, в принципе, тоже может быть применено. Были, мелькали проекты по строительству дорог, которые, кстати, на вечном международных грунтах может быть показывать себя как прорывное решение, то есть в ряд вот эти заранее напряженные плиты, они выдерживаются на свалу и там из 40-ка тоники и все такое прочее. Так, ну и, соответственно, балл архитектурной формы можно, в принципе, делать и серобетон, они тоже будут красивые, не обязательно из гипса, не обязательно там из стеклофибробетона, такие проекты тоже есть. Так, немножко посчитали, сколько нужно этого серобетона на дороге, на сколько надо сырья, сколько нужно на изделий. Еще один проект, на который в кластер вроде бы ложится, но в промышленный и индустриальный парк не ложится, в производстве лидий. Здесь есть инициаторы проекта, я так понимаю, они в промышленном парке располагаться не будут. Есть проект организации производства изделий стеклофибробетона, в основном это, конечно, либо мафы, либо вот такая вот декоративка, внешняя отделка, но тоже, в принципе, проект имеет право жить. Более того, мы наметились две ниши, и для стеклофибробетона, и для некоторых других напрашивается стеклянная нить, стеклоробин. Может быть, при... Ну, это, понятно, связка такая, как бы, серьезная, если отваливается один проект, то для стеклоробинга нет потребителя. То есть здесь нужна связка по кооперации, взаимные какие-то, что называется, гарантии. Так, на некоторых проектах останавливаться не буду, у них есть инициаторы, я буду докладывать сегодня или завтра. Так, что значит, немножечко по инвестору, ну, это что и служило исходными данными для... Что немножко напрягает инвестору? Вот мастер-клор 2019 года, вот это график ввода площадей, видите, неиспадающий, да? То есть с точки зрения равномерности загрузки производства, вот этот тренд не очень интересный для инвестора. Он вынужден будет работать на склад, да? То есть либо... А это в ряде проектов, согласитесь, это не под открытым небом здесь, в Арктике, хранить. Гораздо больше, ну, конечно, понравилась архитектурная концепция высшей школы экономики. Более-менее равномерный ввод, по крайней мере, с точки зрения инвестора, работы, как это называется, с колес, да? И на склад, потому что на склад работать всегда дорого. И сырье завозить, и где-то готовую продукцию хранить. Так, немножечко стали прикидывать, с точки зрения будущего техноэкономического обоснования, извиняюсь, что мелко, ну, вот те проекты, которые в некоторой стадии общительности, но сейчас, мы получили 7 миллионов кубических метров газа в год и 3,6, по-моему, мегаватта электроэнергии по тем проектам, которые в первом продвижении экономика площади понятны. Вопрос, естественно, возникает соседства. Вот, с точки зрения тех рассмотренных проектов, мы видим три группы. Термисы, у которых расплав, газ, в огранке, это минвата, это стеклозакалка, хотя там уже будет как бы не расплав, да? То есть там будет электрическая закалка. Аэрогелия и все такое прочее. Первая группа, которая обеспечивает соседство друг с другом, да? Ну, и могут быть ограничены по общей санитарно-защитной зоне. Гипсовики, которые используют гипсоразвалы в этой же строительной смеси, гипсокартурной листы. Некий набор полимерщиков, труба, пенополитан и так далее. Ну, естественно, серобетон, серобитон выбивается из промпарка совсем. Он соседствовать ни с кем не будет, и никто с ним соседствовать не захочет. То есть это какие-то открытые территории и так далее. Попытались сделать дорожную карту подготовительных работ по созданию промпарка. Собственно говоря, вижу ваше нетерпение. На этом все. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас есть очень насыщенная и интересная презентация. А разрешите ли вы ее потом участникам этого совещания? Я думаю, Роман, наверное, будет не против, да? Нет, Роман будет, нет. Вы сейчас все-таки автор, но я все-таки спрашиваю монстр. Вы знаете, тут все очень просто. Я работаю по заказу, а не владельцы информации, так что как они скажут? Я отвечу на этот вопрос. Специально Сергея попросили высказаться первым. А в крайнем у нас выступят специалисты, научные сотрудники из СУ и от научно-технического управления за полярным материалом. Потому что я думаю, что будет правильно говорить о предоставлении информации, на которых будет дана обратная связь со стороны вот именно как минимум двух структур представителей, которые находятся здесь на территории. Поэтому, Сергей, спасибо. Мы, естественно, будем продолжать работать. Дальше я хотел бы предоставить слово Крутову Александру Николаевичу, чтобы представили свои инициативы, уже по сути действующий проект. И, понятно, увлезайся с сегодняшней нашей тематикой, когда она больше к экологической теме относится. Здравствуйте. Я принимаю презентацию. Да, нам нужна другая. Я тоже удивился, что там вроде бы Александр Николаевич у нас. Это нам нужна презентация генерального директора ОООБ БАКС. ОООБ БАКС.